Всем привет! Спонсором этого видео является интернет-магазин Gearbest. В этом магазине вы можете приобрести со скидкой различные оружия и снаряжения, в частности томагавк, керамбит, подсумок для гладкоствольных патронов, щеку-патронтаж для ружья и для винтовки. Ссылки с промокодом в описании к видео. Сегодня рассмотрим топ-10 боевого оружия из игр Counter-Strike 1.6 и Global Offensive. Большинство из нас хотя бы раз в жизни играли в этот командный шутер, созданный на базе игры Half-Life в 2000 году американской компании Valve, либо слышали про эту игру. Основная идея игры – противостояние двух команд – террористов и контртеррористов. На сегодняшний день по Counter-Strike проводится множество крупных турниров с большими призовыми фондами. А какое оружие самое популярное у игроков, мы рассмотрим прямо сейчас на примере реальных боевых аналогов. Итак, на 10 месте пулемёт М249. Используется как в 1.6 версии, так и в CS GO. Довольно редко приобретается игроками, учитывая большую цену и неэффективность огня из-за большой отдачи. Хотя ёмкость магазина на 100 патронов лишней не бывает. Реальным прототипом пулемёта является бельгийский FN Mini-Mi, созданный в 1974 году и принятый на вооружение армии США под обозначением M249 Soul. Аббревиатура Soul переводится как Squad Automatic Weapon – автоматическое оружие отделения. Калибр 5,56, патрон 5,56х45 мм. Разработанный бельгийской фирмой Фабрик Националь, этот пулемёт рассчитан как на магазинное питание, когда используются штатные магазины на 30 патронов от стандартных винтовок калибра 5,56, а также на ленточное, когда используются подвесные патронные мешки ёмкостью 100 патронов или коробы на 200 патронов. Скорострельность до 1150 выстрелов в минуту. Максимальная дальность стрельбы – 3600 м. Масса M249 – 6 кг. Пулемёт рассчитан на стрельбу как автоматическим огнём, так и очередью фиксированной длины по 3 или 6 патронов. Девятое место занимает пистолет-пулемёт P90. Это оружие благодаря форме гребня получило у игроков прозвище «Петух», используется в основном против эко-раундов, либо когда нет денег на более дорогой ствол. Имеет высокую ёмкость магазина и низкую отдачу. Боевой пистолет-пулемёт FNP90 был разработан в конце 80-х годов XX века в Бельгии по схеме «Буллпап» и предназначался в первую очередь для танкистов и водителей боевых машин. Калибр 5,7 мм. Патрон 5,7х28 обладает высокой пробивной мощностью и низкой степенью рикошета. Принцип работы – свободный затвор. Ёмкость магазина – 50 патронов. Эффективная дальность стрельбы – 200 метров. На восьмом месте снайперские винтовки «Скаут» и SSG-08. У игроков получили название «Муха» из-за высокой мобильности. Несмотря на небольшой урон, эти винтовки отлично подходят для стрельбы хедшотами. Винтовка «Скаут» представлена только в КС-1.6. Боевым аналогом является болтовая австрийская винтовка, созданная оружейной компанией «Штайр» в конце 90-х годов XX века. Разведчик, именно так переводится название винтовки, принадлежит к универсальному классу винтовок, предназначенных как для охоты, так и для боя. Калибры 5,56 или 308 вин. Патроны 5,56х45 и 7,62х51 НАТО. Принцип работы – продольно-скользящий поворотный затвор. Емкость магазинов на 5 или 10 патронов. Вес менее 3,5 кг. Небольшая длина винтовки повышает мобильность. На замену «Скауту» в КС-ГО пришла винтовка «Штайрман Лихер» SSG-08. Принцип работы – продольно-скользящий затвор. Калибры 308 Winchester и 338 Lapua Magnum. Емкость магазина – до 10 патронов. Максимальная дальность стрельбы – 1500 метров. Вес винтовки – 5,7 кг. Седьмое место занимает винтовка «Фамас». В 1,6 КС-ГО используются контртеррористами в случае отсутствия денег на более мощное оружие. Французская штурмовая винтовка «Фамас» была создана в 1971 году и выполнена по булпап-схеме. Аббревиатура «Фамас» обозначает штурмовая винтовка, разработанная оружейным предприятием «МАЗ» Сент-Этьене. Калибры 5,56, патрон 5,56х45. Автоматика «Фамас» работает за счет отдачи полусвободного затвора рычажного типа. Емкость прямого магазина – 25 патронов, а секторного – 30 патронов. Благодаря пластиковому кожуху вес винтовки составляет всего 3,6 кг. Скорострельность до 1000 выстрелов в минуту. Прицельная дальность – 300 метров. На шестом месте «Глок-18», являющийся базовым пистолетом для террористов. Лучшее оружие для командного «Раша-Б». Почему этот пистолет разработчики решили отнести к оружию террористов, не совсем понятно. Так как в большинстве стран мира его как раз используют полицейские и специальные подразделения. Этот австрийский автоматический пистолет был разработан в 1986 году для специального подразделения «Эко-Кобра». Калибр 9 мм, патрон 9х19 парабеллум. Фактически «Глок-18» является копией пистолета «Глок-17», но с возможностью автоматического режима стрельбы. Кроме того, выпускались варианты «Глок-18», в которых после постановки переводчика огня в автоматический режим была возможна стрельба очередями с отсечкой по три патрона. У «Глок-18» более тяжелый и прочный затвор, более мощная рамка, а также усилены некоторые другие части механизмов пистолета в целях упрочнения конструкции. Прицельная дальность стрельбы – 50 метров. Емкость магазинов от 17 до 33 патронов. Скорострельность – 1200 выстрелов в минуту. На пятом месте основной пистолет спецназа – USP. КС-ЮСП имеет возможность использования саунд-модератора для уменьшения звука выстрела. Обладает точностью стрельбы на средней дистанции, чем часто пользуются террористы, подбирая его для замены «Глока». Самозарядный пистолет Heckler Koch USP в 1993 году был принят на вооружение армии Германии Бундесвера. Аббревиатура USP переводится с немецкого как «Универсальный самозарядный пистолет». Модернизация пистолета USP Compact Tactical имеет калибр 45 мм, патрон 45 ACP и включает в себя резьбу для глушителей на стволе. Принцип работы – отдача ствола при коротком ходе. Емкость магазина – 12 патронов. Прицельная дальность – 50 метров. Пистолет имеет ряд модификаций, одна из которых USP-S 45 калибра с боезапасом 12 патронов, использующаяся в CS Global Offensive. Продолжая тему пистолетов, мы подошли к четвертому месту этого рейтинга. Его занимает самый популярный пистолет Counter-Strike Desert Eagle. Используется как в 1.6, так и в CS GO и обладает большой убойной силой и останавливающим действием. Минус 5 с дегла может сделать только проигрок, имеющий хорошие навыки стрельбы. Кроме того, Desert Eagle – то, что нужно при форсбайе. Самозарядный пистолет «Пустынный орел» разработан в 1983 году израильской компанией Military Industries. Он один из немногих пистолетов, использующий крупнокалиберные патроны. Принцип работы – отвод пороховых газов. Калибр 50, он же 12,7 мм. Патрон 50 Action Express. Магазин емкостью 7 патронов. Отдача от этой ручной пушки в 50-м калибре велика даже при стрельбе с удержанием пистолета двумя руками. При этом она ниже, чем у других видов ручного оружия такого калибра за счет меньшей массы и начальной скорости пули. При недостаточно крепком хвате после выстрела патроном калибра 50 АЕ ствол задирается вверх и приводит к удару пистолетом в лицо. Вес пистолета 1,7 кг. Прицельная дальность стрельбы – до 200 метров. В связи с чем, довольно часто на этот пистолет устанавливаются коллиматорные прицелы. Основные недостатки пистолета – большая масса и габариты, и низкая емкость магазина. Несмотря на это, Дигл является одним из самых харизматичных пистолетов, и часто используется в фильмах и других компьютерных играх. На третьем месте основная снайперская винтовка КС – AWP, либо АВП. Обладая в игре самой большой мощностью, АВП позволяет не только стрелять на дальние расстояния, но и минусовать по несколько соперников одним выстрелом. Среди игроков получила прозвище «Слон». Боевым аналогом является болтовая винтовка Curacy International L96-1 Arctic Warfare, принятая на вооружение британской армии в 1982 году под обозначением L96. Модификация винтовки, использующаяся в игре, имеет аббревиатуру АВП Arctic Warfare Police. Эта модель используется правоохранительными подразделениями и, в отличие от базовой, винтовки имеет более короткий ствол длиной 610 мм и меньший вес. Калибр 338, лапу омагнум. Принцип работы – продольно скользящий затвор. Винтовка комплектуется оптическим прицелом Leupold Mark IV. Емкость магазинов на 5 или 10 патронов. Максимальная дальность стрельбы – 1500 метров. В целом, AVEC представляет собой высокоточную тактическую винтовку экстракласса, отлично зарекомендовавшую себя надежной работой в самых тяжелых условиях в различных странах мира. Второе место занимает карабин М4А1. В игре является основным оружием спецназа. Если в 1.6 он является полноценным автоматом спецназа, то в Global Offensive он обозначается как бесшумный карабин М4А1С, использующий глушитель. Изначально М4А1 создавался как вспомогательное оружие для экипажей боевых машин и другой техники. Но учитывая его небольшие габариты и эргономику, в дальнейшем он стал использоваться всеми армейскими и специальными подразделениями различных стран мира. Калибр 5,56, патрон 5,56х45 мм. Принцип работы – отвод пороховых газов, поворотный затвор. Скорострельность до 950 выстрелов в минуту. Эффективная дальность стрельбы по одиночным целям – 500 метров. Магазины имеют ёмкость от 30 до 60 патронов. Ну и наконец на первом месте самое популярное оружие Counter-Strike – автомат Калашникова. В игре он обозначен как АК-47, хотя это не совсем верно, так как 1947 – это год его разработки, а на вооружении он был принят под названием автомат Калашникова. Используется во всех версиях КС. В отличие от Эмки, стрельбу из которой удобно вести спреем, стрельба с АК ведётся одиночными либо короткими очередями. Поэтому довольно часто в игре можно увидеть картину, когда контртеррористы меняют свой М4А1 на автомат Калашникова. Автомат Калашникова был принят на вооружение Советской Армии в 1949 году. Калибр 7,62, патрон 7,62х39. Принцип работы – отвод пороховых газов, поворотный затвор. Прицельная дальность стрельбы – 800 метров. Скорострельность – до 600 выстрелов в минуту. Ёмкость магазина – 30 патронов. Исключительная надёжность и простота конструкции, не требующая стрелка специальной подготовки – главные достоинства автомата Калашникова. Если вы играли в 1.6 или играете в Global Offensive, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, смотрите другие видео на канале, в частности про стрелковое оружие армии России, все модели автомата Калашникова и топ-10 самых популярных камуфляжей мира. В комментариях пишите, какое оружие из представленных в обзоре вы используете в игре. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok